В полку химкинских юноармейцев прибыло. В школе номер 8 35 учащихся перешли на очередную ступень лестницы, ведущих к всестороннему развитию личности и сохранению патриотических традиций. Со вступлением в юноармию ребят поздравили представители администрации города и члены общественного совета «Химки интересно жить» Михаил Раев, Ирина Теслева, Марина Березецкая и Сергей Малиновский. Это, наверное, одна из самых важных воспитательных работ, которая ведется в нашем городском округе. Это правильная позиция и самих ребят, и их педагогов, и, конечно же, большая поддержка родителей. Я искренне поздравляю сегодня ребят с вступлением в ряды юноармейцев, и пусть эта присяга, которую сегодня не дадут, станет девизом по всей их жизни. Самое главное, что сегодня дети заняты, им это нравится, а мы должны очень большое внимание уделять военно-патриотическому движению. В школе номер 8 большое внимание уделяется патриотическому воспитанию детей. В частности, здесь был открыт музей военной истории. По инициативе родителей и школьников мы создаем музей, посвященный 352-й Оршанской дивизии, которая во время Великой Отечественной войны находилась, именно базировалась на этом месте. Я очень рада, что патриотическое воспитание в городском округе очень сильно развивается. На сегодняшний день юноармия объединила около 800 тысяч детей и подростков по всей стране. Это большое событие для городского округа Химки, ведь патриотическое воспитание – одно из направлений работы не только администрации городского округа Химки, но и образовательных учреждений, которые ведут деятельность в городском округе. По окончанию мероприятия кадеты произнесли торжественную клятву. Субтитры создавал DimaTorzok